Главное, что нам удалось сделать в этих непростых условиях. Каковы основные итоги? Первое. Мы успешно преодолели наиболее сложный период экономических потрясений и вернулись к докризисным показателям развития. Экономика растет достойными темпами около 4% в год. Прекрасно, поздравляем! Что увеличивает скорость восстановления большинства ведущих стран. Отдерживаем, поддерживаем! В нашей стране сохраняется на минимальном уровне. Россия стала шестой по величине экономикой мира. Ура! Победа! Мы полностью исполняем взятые на себя социальные обязательства. Пенсии и зарплаты у большинства работников бюджетного сектора росли быстрее, чем мы планировали до кризиса. И сегодня в стране нет пенсионеров с доходами ниже регионального прожиточного минимума. Прекрасно! Средний размер трудовой пенсии возрос за 4 года более чем в полтора раза. Причем это, естественно, в реальном выражении. А средние зарплаты учителей и врачей приблизились к средним зарплатам в регионах. В этом году самая низкая за историю новой России инфляция. Она составляет 7% и может быть где-то будет в районе 6%. Поздравляю! Самые высокие с советских времен зарплаты, социальные выплаты, уровень реальных доходов населения. Хотя, конечно, и они еще далеки от желаемых величин. Слишком много в стране пока бедных людей, несмотря на то, что за последний год их число приблизилось к минимальным за 20 лет значениям. Кризисный период показал, что накопление резервов за счет части нефтяных доходов было и остается разумной политикой. Благодаря именно этим сбережениям правительство и Банк России не допустили валютного кризиса. Сейчас объемы золотовалютных резервов близки к докризисному уровню. А вклады людей в банках увеличились почти на 80%. Растут и объемы кредитования. Мы оказали серьезную поддержку промышленным предприятиям, строительным и инфраструктурным компаниям, малому бизнесу. Крупному бизнесу деньги выделялись на основе детального анализа программ дальнейшего развития предприятий. Их готовности сохранять и создавать новые рабочие места. Системно поддерживались и сельхозпроизводители. Это позволило и в целом по отрасли, и на продовольственном рынке полностью компенсировать прошлогодние потери, которые были связаны с засухой и пожарами. Число безработных за последние два года сократилось почти на 2 миллиона человек. И сегодня уровень безработицы один из самых низких в мире в нашей стране. Ура! Победа! Поддерживаем! Поздравляем! Наша Россия! Наш предет! Вас на всю правую честь! Прекрасно! Второе. Мы полностью обеспечили реализацию демографических программ, что стало одним из факторов стабилизации численности населения. За 4 года в стране родилось более 6 миллионов детей. И это, на самом деле, очень приятная цифра. Это рекорд за последние 20 лет. Ура! Победа! Поздравляем! А смертность снижалась даже быстрее первоначальных ожиданий. В современной России самая высокая за ее историю средняя продолжительность жизни. Она увеличилась с 2006 года почти на 3 года и приблизилась к 69 годам. Продолжительность жизни женщин, потому что они лучше к себе относятся, берегут себя больше, почти 75 лет. У нас такого не было никогда. Поздравляем! Это победа! Ура! На это нацелена и новая программа модернизации здравоохранения. Все необходимые решения для ее реализации уже приняты. Третье. Ключевой темой моего предыдущего послания была политика в области материнства и детства. И здесь уже многое сделано. К концу этого года в стране будет 23 перинатальных центров. Мы направили немалые дополнительные ресурсы на развитие педиатрической службы. Диспансеризация школьников теперь будет проводиться на протяжении всего периода обучения. В школьные программы введен еще один час занятий физкультурой. Принят закон, который позволяет использовать материнский капитал и для строительства жилья собственными силами. В 38 субъектах федерации решено выплачивать региональный материнский капитал. О чем я говорил в этом зале ровно год назад. Поздравляем. Регионам дано право бесплатно предоставлять многодетным семьям земельные участки из государственной и муниципальной собственности. Отменены налоги с граждан за получаемую ими благотворительную помощь. В том числе помощь, оказываемую детям. Продолжение следует...